Итак, дорогие друзья, в этом уроке мы поговорим об стилях и PowerGrade. Что вообще стиль? Это то, что мы сохраняем наши пресеты, то есть те ColorGrade, цветокоррекцию, которые делаем на каждом из футажей, из клипов. И при помощи сохраненных файлов потом их используем как эталон, то есть для других футажей. Ну давайте для примера я вам просто покажу. Например, нам понравился этот цвет, и мы хотим этот пресет оставить для себя на будущее, чтобы мы могли применять эти настройки в нодах для других бесцветных футажей, чтобы делать колористку. Вот нажимаем на правую кнопку мыши GrabStile. И вот нажимаем, и мы можем этот же пресет применить. Например, давайте какой-нибудь возьмем интересный. Сейчас покручу я его, и посмотрю, где у нас. Давайте вот, вот я нашел вот такой. Вот. Если я возьму этот пресет, нажимая правую, левую кнопку мыши, и вот брошу сюда, вот тот пресет, наш вот этот пресет мы создали для этого футажа. Сейчас сделаем Zoom to Windows. Вы, в принципе, поняли. Есть разные методики создания этих пресетов. Давайте их обсуждать и посмотрим вообще, какие существуют методики. Так, например, можно вот здесь, нажимая на Viewer, Grab all still from first frame, или же from middle frame. Это что означает? То есть, какие бы футажи у нас не были на тайм-линии, коррекции, вот разные у нас коррекции, да? Сейчас DaVinci автоматом будет создавать стили, повер-стили из первых кадров. Нажимаем from still. Вот он считает. И все, он создал вот первый канал у нас, первый футаж, второй, третий. То есть, вот он создал вот эти все стили, автоматом бросает их наш вот сюда. Здесь папку. Давайте Ctrl-Z, вернемся первоначальный. Давайте все вообще уберем. Ctrl-A и Delete. Есть другой вариант. Grab still from middle frame. То есть, он будет создавать пресеты средних файлов. То есть, он выборчен делает посредине файла каждого. И то же самое создает. Опять убираем все. Ctrl-A, Delete. Можем здесь, конечно же, мы создавать еще папки. Например, и название писать. Например, локализация. Например, крупный план. План. Бокс. То есть, мы сможем вот эти именно пресеты сцены бокса бросить именно в эти же папки. Или же можем их удалить. То есть, много папок нам помогает на будущем побыстрее работать. Давайте еще другой вариант сделаем. Пресеты grab missing stiles from first frame. Вот. Ну, в принципе, то же самое. Но сейчас тоже удалим. Ну, давайте сейчас посмотрим другие функции. Например, вот мы сделали вот этот стиль. И хотим его вот, чтобы этот стиль вот приравнивать к этому. Вот выбираем здесь Show Reference Vibe. И вот, когда мы хотим, чтобы он отображал, два раза нажимаем на этот стиль. Два раза нажимаем на него. И вот здесь отображается наш пресет. Можно вот взять правую, левую кнопку мыши, передвигать. Но здесь один нюанс есть. Я сейчас вам покажу. Когда его передвигаешь, вот так. Он всегда вот, иногда вот, когда кончается вот эта граница, он с этой стороны вот вылезает. Если это вам мешает, вот зайдите сюда, General. Уберите эту галочку. Why Brass Weaving Reference Stiles? Apply. И сейчас он по полностью уже можно вот так. Только с одной стороны, да, вот получается. Ну, я обычно эту галочку всегда вставляю. Вернемся. Давайте еще вот какой-нибудь grab сделаем в стиль. Если хотите, чтобы не отображало, нажимайте Show Reference Vibe. Вот, убирается. Давайте это тоже украдем. Grab стиль. Для того, чтобы Show Reference сделать, еще есть вот здесь кнопка Show Reference Vibe. При нажимании его, тоже можно, Ctrl W. Давайте вот возьмем этот сырой материал. Вот нажимаем два раза на красный. И вот автоматом отображается эта кнопка. Нажимаем Ctrl W, и Show Reference не отображается. Еще раз, Ctrl W. Или же отсюда убираем галочку Show Reference Vibe. Ну, давайте вот еще раз посмотрим. Вот, или же возьмем, два раза нажмем на этот пресет. Или же вот на пресете делаем Play стиль. То есть, он показывает тот стиль, который мы хотим. Идем дальше. Здесь есть Reference Mode. Это что означает. Если здесь стоит галочка Gallery, то есть у нас Reference Mode, то есть он показывает только пресеты, находящиеся в галерее. Да, в принципе. Давайте еще какой-нибудь пресет добавлю я сюда, чтобы... Ctrl W. Вот, допустим, у нас три пресета. Да. Вот сырой материал. Вот. И здесь сделаем Timeline. Весью, да. Попробуем делать. Это для чего? Это тоже интересная фишка. Вот нажимаете вот сюда. Например, выбираете этот. И если хотите, чтобы референсным был футаж из тайм-линии, просто нажимаете на него. То есть выбираете вот футаж. И вот выбираете пресетный футаж, эталонный, например. Нажимаете правую кнопку мыши. И вот здесь указываете Vibe Timeline Clip. И он автоматом у вас референсы получаете. То есть вы приравниваете эти два клипа. Но это не трудно. Давайте еще вот другой вариант. Если хотите, чтобы вот этот кадр был, нажимаете на правую кнопку мыши. И здесь выбираете Timeline Clip. И все. Или же вот нажимаете на этот Vibe Timeline Clip. То есть для того, чтобы исправить вот этот футаж, мы берем из цветокоррекционных футажей, находящихся в тайм-линии. Это тоже изучили. Идем дальше. Offline. Это убирает футаж. Пресет. То есть. Но это она редко нам понадобится. Поставляем еще раз в галерее. И вернемся в первоначальный вариант. Вот я выбрал этот футаж и из галереи что-нибудь вот отсюда. Два раза нажимаем. Вот. Из галереи. Потом. Vibe стиль. Это для того, чтобы разные показывают версии пресета. Вот. Вертикальная версия. Вот можно вот так управлять. Можно еще вот миксированный вариант. То есть оба варианта видно. И вот можно сделать альфа. Ну. Я обычно всегда беру horizontal. Эти же функции у нас можно здесь регулировать. Вот. Alt. W. Вот. Нажимая их. То есть нет. Это просто. Я ошибся. Просто местами. Сейчас. Live. Это кнопка. Я ошибся. Просто shift. W. Вот. Нажимаем на него. Shift. W. Все эти Vibe стили он автоматом меняет. Вот. Вертикальный, горизонтальный, миксированный и альфа. Так. Ну я обычно работаю в этом принципе. В таком виде. Эту кнопку мы уже разобрали здесь. Alt Vibe. Инвертирование он делает. Вот. Пресет. И вот так. То есть можно вот иногда местами их менять. Invert Vibe. Вот. Отсюда тоже можно это делать. Актуальный сайз. Это он полный размер делает. Zoom to fit. По полной программе показывает экран. Show picker RGB value. Это для того, чтобы выбирать какой-нибудь цвет. Мой тоже в других. Вот так. Если нажимать. Он показывает цифру. Какой цвет хотите выбрать. Split screen. Это очень-очень интересная функция. Появившаяся именно в версии. В 10 версии. Сейчас мы будем его досконально обсуждать. Что он делает? Берем split screen. On, off. Например. Сделаем on. Да. И вот. Это что означает? Здесь, когда мы берем, есть разные версии. Ну, давайте начнем вот с некоторой функции. Например, возьмем version and original. Да. Выбираем так. Что он делает? Когда мы делаем color grade какого-нибудь вот футажа, можем создавать разные... Сейчас это отключим. Отключим split screen. On, off. Можем создавать разные версии. Да. Давайте вот создадим вот такой вариант. Например, красный. И add version. Запишем его. Нажимаем control U. То есть, смотрите, версия 2. Можем даже сделать вот такую версию. Запишем его тоже. Сделаем add version. Control U. Версия 3. У нас сейчас этот футаж находится в 3 версии. Опять заходим в split screen on, off. Нажимаем. И вот здесь у нас же стоит вот версия. Version and original. То есть, показать версии и оригинальный вариант. Вот у нас оригинал. Вот здесь. А вот это 3 варианта. У нас наши. Которые мы создали в версии. Да. Можем делать вот такой вариант. Чтобы он показал только версии разные. Даже можем вот. Хотите. Давайте еще вот. Синюю версию создадим. И сделаем его четвертой версии. Например. То есть, разные версии. Или даже можем опять вернуться. Version and original. То есть, показывает версию. Может даже 10, 6. Сколько хотите версии можете создавать одного клипа. И сравнивать с оригиналом. Так. Потом здесь есть очень хорошее. Мне нравится. Очень часто его использую. Selected Clips. Это для чего? Давайте вернемся в первоначальный. Version 1. Сейчас попробуем. Fold. Fold. X-Version каждый раз. Вот меняем. Может, Default Version можно сделать. Вот. Это разные версии. Можно их. Вот. Менять. Да. В принципе. Сейчас просто сделаю reset, наверное. Так. И вот. Первоначальный вариант. Если ставить вот галочку здесь. Selected Clips. И при включенном Split Screen. Это очень дает хорошие возможности. Что для чего? Вот. У нас выбрана первый футаж. Когда нажимаем на кнопку Control. И выбираем любой из этих клипов тайм-линии. Автоматом у нас здесь появляется этот футаж. То есть мы можем сравнивать футажей из любой выбрав из любого футажа тайм-линии. Вот. Выбираем Control. Нажимаем Control. Берем любой футаж. Сколько хотим футажей мы можем выбирать. И сравнивать. Это очень дает большие возможности. Когда еще. Если вот перейти на Viewer. Большой вариант. Сравнивать по эталону. Вернемся назад. То есть это регулируется вот отсюда. Кстати. Split Screen On-Off. Еще можно вот. Сделать вот отсюда. Горячая клавиша. Control-Alt-W. Нажимаем Control-Alt-W. У нас обычная тайм-линия. Нажимаем Control-Alt-W. Опять появляется вот Split Screen On-Off. Просто это запоминайте. Горячая клавиша. Control-Alt-W. Галере Грейдис. Это очень тоже интересная функция. Вот. Он. То есть показывает оригинальный футаж. И разные. Вот. Выбираете вот. Пресеты из галереи. И он сравнивает. То есть это тоже иногда можете использовать. Принципы. Клип. Ну и Nateboard Clip я очень редко использую. В основном я использую Selected Clip. И версия. Ну все-таки реально для использования у нас Selected Clip. Show Scope. Вы знаете что такое. Он показывает вот. Скоп. И вот отсюда тоже можно. Корячие клавиши есть. Видеоскоп. Control-Sheet-W. Вот. Можете. Control-Sheet-W нажимая. Вызывать его. Кстати. Полноэкранный вариант DaVinci. Вот. Вот. Возможно отсюда. Вот. Деревировать. Show Window Frame. Вот. Когда сейчас он как Windows. Можно вот. Обычный. Как Windows работает. Минимайз здесь сделать. Закрывать отсюда. Или же вот полноэкранный вариант. Отсюда тоже можно делать. Так. Переходим в секцию. Именно галереи. Здесь тоже есть некоторые функции. Нажимая вот на. Пресеты выбранные стили. Можно вот. Давайте это отключим. Split Screen. On-Off. Можно вот отсюда. Например. Выбирая какой-нибудь футаж. Если мы сделаем Add Correction. Он. Этот. Футаж. Применит к нашему. То есть. Он применит этот пресель к нашему футажу. Add Correction. Вот. Вот. Смотрите. Наш футаж. Стал. Именно. Такого цвета. Это первый вариант. Можно еще. Например. Если у нас здесь 2-3 нода есть. Если мы сами. Например. Сделали вот такую вот коррекцию. Например. И мы можем вот через 2-3. 4. Вот сколько хотите нодов. Append. То есть. Дополнительно к нему. Ноды этого цвета. Прикрепить. Append Node Graph. То есть. Вот видите. 2 эти ноды наши родные остались. А эти 3. У нас ноды вот из этого пресета. Ctrl Z. Выбираем. Это делаем пресет. Display Node Graph. Это показывает из каких нодов у нас. Создан этот пресет. Да. Можно здесь Apple Source нажимать. Apple Color. Вот. Когда нажимаем отсюда. То же самое происходит. То есть. Наш сырой футаж. Мы применяем эти же настройки футажу. Ctrl Z. Ничего не будем делать. Просто добавим. Apple All. То есть. Мы можем вот взять все футажи. То есть ноды опять применить к этому футажу. Ctrl Z. Сейчас. Exit. Так. Ну. Delete Selected. То есть убираем. Каждый из этих стилев. Можно. Change Label. Здесь можно вот написать пресет названия. Крупный. Бокс. Например. Чтобы не ошибиться. По-быстрому найти пресет на будущем. Change Label. Import. Мы можем отсюда импортировать. Вот такие эталонные футажи. Например. Фотографии из футажей кинофильмов. И можем в любом формате. DPX. Cineon Fast. JPEG. PNG. То есть в интернете очень много файлов кинофильмов. Можете их импортировать. И эти вот фильмы. Приравнивать здесь к эталону. И настраиваться под их нетональный цвет. Имейте в виду. Ну и здесь конечно же можно еще с лютами импортировать. Экспортировать. Это тоже важно. Например. Если мы хотим экспортировать это фото. Вот мы можем в таких файлах. DPX. Cineon. JPEG. В любом формате из этих экспортировать. И сохранить. Наши стили. Одновременно мы можем еще экспортировать люты. Чтобы мы их могли бы использовать в разных. В других программах. Или же по-моему вот их можно еще создавать. Вот. Здесь есть 3D лют. Сейчас я найду его. Ну по-моему вот здесь. Вот можно самому создавать здесь люты. И их отправлять. Ну не советую это сделать. Лучше отсюда вот прямо экспортировать. Попертиус. Из чего состоит этот пресет. Его информация. Select all. Выбираем все. Это уже не будем обсуждать. И здесь еще есть другие вот те же самые функции. Sort still by time коду. Вот нужно. Можно вот их. По длине. По созданию времени. Когда создалось. В общем. Эти вещи. Здесь отсюда регулируются. Тут. Show all. То есть. Те же самые вот повторяет. Функциональные вот надписи. Практически все. Так. Те стили, которые мы пресеты здесь сохраняем. Автоматом они попадают вот в наш галерею. И что мне очень нравится в DaVinci. Вот когда мы используем разные вот Admin, Doctor Ninja, Equest. То есть разные люди используют DaVinci. Все их настройки вот когда они работают в разных секвенциях. Вот эти настройки вот у меня вот остаются. Потом эти же настройки. И пресеты мы можем сюда вот импортировать и использовать. То есть. Например. Вот разные люди сделали разные вот коррекции. Вот например. Вот беру этот. Беру этот. Например. Из разных местов. Из разных сессий. Да. Например. Вот разные у нас были вот такие вот пресеты. Вот например. И вот например этот пресет хочу. И все. Мы можем сюда импортировать. И использовать конечно же в своих цветокоррекции. Это очень помогает. Например. Вы любите вот. Вот именно какие-то уже создали пресеты для других да. Фильмов или клипов. Вам не придется каждый раз создавать очень много стилей. То есть можете взять один какой-нибудь один-два вот из этих стилей. И их использовать в этом же клипе. Например. Например. Я хочу чтобы вот. Вот мне этот цвет нравится очень. Вот. Show reference. Давайте я его. Alt S. Нажму. Что там. И вот этот цвет вот я сюда использовал. Есть еще готовые вот power grade в интернете. Их можно скачать. Но я их практически не использую. Давайте вернемся в color секцию. Давай закроем это все. И еще одна вот интересная фишка. Каждый из этих пресетов. Которые созданы нами. Мы можем бросать вот в эти ячейки галереи. Вот. И в будущем их. То есть практически можно использовать. Для своих нужд. Или же выбирая. Давайте show reference уберем. Или же выбирая вот отсюда. Вот делаем memories. Save memory. Alt 1. То есть если я нажму на эту кнопку. Или же Alt 1. Он автоматом загружается вот сюда. Потом можно их удалить. При кнопке delete. И вот берем разные вот здесь. Alt 2 например нажмем. Уже у нас попадает на memory. И вот этот возьмем. Сделан Alt 3 например. И все когда мы нажимаем на цифры. Они автоматом попадают на наш memory. Потом отсюда можем делать load memory. То есть control. Вот возьмем этот. Давай нажмем control 1. Вот автоматом этот memory. Вот. Применяется к этому футажу. Нажимаем control 2. Этот сейчас memory. Применяется вот сюда. Control 3. Применяется вот этот memory. Сюда. Или же можно просто взять мышкой. Бросить вот на эту ноду. И создается тот же самый цветовой прессе. Для этого футажа. Control Z. Давайте еще некоторые горячие клавиши изучим. То есть во вьювере то, что мы здесь сделали. Вот например. Давайте все это удалим. Сперва delete. 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 То есть вот grab стиль. Control Alt G. Можно отсюда. Вот. Стиль сохраняется. Потом. Play стиль. Нажимаете control Alt F. Например. Давайте вот берем control Alt F. Вот. Или же два раза нажимаете на стиль. Или же control Alt F. И у нас появляется вот этот самый стиль. Потом. У нас. Next стиль. Если у нас. Давайте еще какой-нибудь. Пресет сделаем. Grab стиль. Давайте еще этот grab сделаем. Grab стиль. И вот. Хотим вот. К этому футажу. Давайте уберем это все. Нажимаем вот. Play стиль F. И next стиль. То есть он. Вот сейчас. Поочередно будет проигрывать эти стили. Сейчас я вам покажу. Play стиль. Control Alt N. Control Alt N. Надо было сперва стиль выбрать. Потом уже. Вот. Видите. Он поочередно проигрывает стили. Control Alt N. И. Привезу стиль. Control Alt B. То есть начальный. То есть. Предыдущий. Control Alt B. И он наоборот. Вот. Вот. Делай все прессы. Возможно так просматривать. Потом. Про эти кнопки я вам рассказал. Highlight. Shift H. Не буду еще раз. Вот. Интересная кнопка. By Bass All Grades. То есть. Нажимая его. Все. Футажи. Грейденные файлы. То есть. Это коррекционные футажи. На тайм линии. Практически убираются. Сейчас. То есть. Они. Вот. Именно сырой. Остается материал. Без грейда. Это очень иногда помогает. Вот. Кнопка. Bypass. All Grades. Shift. D. Show Reference. Control W. Два раза нажимаем. Control W. Вот. Убираете. И. Вот так. Видно. Наш. Пресет. Потом. Это все. Посмотрели. Еще раз. Два раза. Делаем так. Alt W. Вот. Инвертирование. Идет. Потом. Здесь. Reference. Reposition. Alt. Shift. Очень интересная. Кнопка. Для чего надо. Вот. Смотрите. Иногда. Вот. Нужно. Поближе. Делать. Например. Лицо. Под этот тональный цвет. Подогнать. Иногда. Это очень помогает. То есть. Вот. Например. Настроили. Потом. Убирается. Show Reference. И. Делается. Reset. И. Все. Потом. Эти кнопки. Мы. Не будем изучать. Вывер. Actual Size. Вот. По полной. Экрана. Делает он. Ну. Другие кнопки. Я очень часто использую. Cinema Viewer. Ctrl F. Enhared Viewer. Эту кнопку мы уже изучили. Так. Еще здесь. В секции Color. Есть очень интересная кнопка. Мне очень нравится. Например. Нажимается. Вот. На эту кнопку. Равнение. Да. И. Он. Автоматом. На эту. Футаж. Применяется. Цвета. Пресет. До него. Первый клип. До него. Если вы хотите. Применить. Этот цвет. Два клипа. Вперед. Нажимаете. Вот. Кнопку. Минус. Например. Да. И. Вот. Смотрите. К этому. Вот. Футажу. Он. Действительно. Сейчас. Работает. Применяется. Этот. Футаж. Это очень удобно. Вот. Иногда. Вот. Нажимаете. Равнение. До него. Первый клип. Если. Нажимать. На минус. Два клипа. До него. Вот. Выбирается. Цвет. Именно. Этого. Клипа. Иногда. Очень. Тоже. Помогает. Так. Ну. Вот. Что. Я. Хотел. В принципе. Показывать. Именно. Повар. Шотах. То. То. Здесь. Именно. Что. Мне. Нравится. В этой версии. То есть. Вот. Сприт. Скрин. Основной. То. Что. Использую. Для. Повар. Грейдинга. И. Иногда. На. Будущий. Мы. Еще. Поговорим. Вот. От. Лайтбокс. И. Здесь. Тоже. Вот. Вот. Их. Сравнивать. По. Престам. Создавать. Группы. И. Работать. Группах. На. На. Этот. Урок. Я. Думаю. Повар. Грейдах. И. Стилих. Я. Уже. Все. Рассказал. Изучайте. Создавайте. Свои. Стили. Сохраняйте. И. Экспериментируйте. Рассказал. 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 Продолжение следует...